Девушки отдыхают Я ценю французскую романтику, итальянскую страсть, восточную мудрость, азиатское гостеприимство, африканское радушие, русскую щедрость и великодушие. Анна, 24 года. Встречалась с американцем, швейцарцем и украинцем. Но вне зависимости от национальности жениха, все отношения имели один и тот же финал. Анна, менеджер на фабрике по производству бумаги, также дает частные уроки английского языка. Гордится тем, что 50% своей работы делает абсолютно бесплатно. Мечтает познакомиться с Никитой Михалковой. Признается, что болезненно реагирует на критику в свой адрес. Предупреждает, что всегда прислушивается к советам мамы. Анна разочаровалась в мужчинах из стран СНГ. Также уверена, что красивый муж не сможет сделать ее по-настоящему счастливой. Цвет кожи, рост и разрез глаз избранника не имеют для нее никакого значения. Выйдет замуж за внимательного стильного иностранца, который приятно пахнет и красиво говорит. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите мне сразу подарить вам подарки из Украины? Разрешаем. Привезла с пражних украинских хлопцев, яки у нас достатцы, козаки, украинские козаки. Мне кажется, она нормальная, да? Ну да, гостеприимная такая. Да, 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 да. Потому что ей важно общение и все так далее. Либоотношение, главное, это понимание и общение, и все. Моя история такая. В украинских мужчинах я могу сказать, что разочаровалась лишь потому, что мне попадались люди, которые, ну, не соответствовали, наверное, какому-то моему идеалу. Ну, когда разочаровываются, если не в 20 лет, господи, боже мой. Ну да. Вот, поэтому, почему сейчас хотелось бы встретить... Нет, ну у вас же там еще были вдовесок к украинским парням, про швейцарцы знаю точно. Мне нравятся иностранцы. Мне сейчас. Интересно, кто будет другие женихи? А швейцарец? А швейцарец, он работает у нас в Украине, то есть у него бизнес и в Швейцарии, и у нас в... А он такой швейцарский швейцарец? Да, настоящий швейцарский швейцарец, вот. И, ну, у нас была большая разница в возрасте, 12 лет. Какая же она большая. Это для него, ну, для него это было, как оказалось... А ему сколько было, 6 лет к тому времени? Вот если ему было лет 6-8, он бы мог расстраиваться. А если вам 20, а ему 32, это же о чем только мечтать можно. Вот, я тоже так думала, на самом деле. Но еще он прислушивался к мнению друзей очень сильно, о которой мы говорили, не может быть брака у молодой девочки и уже состоявшегося... Давайте по-честному, не очень за последние годы у украинских девушек хорошая репутация в этом смысле. Ну, наверное, да. Вот. И как бы вот эти вот сомнения постоянные. То есть когда мы вместе, все отлично, все хорошо. Друзья ему, наверное, напевали, что ей нужен только швейцарский паспорт. Ну, грубо говоря, видимо, да. Анечка, вот я вам какой секрет расскажу. 100 человек будут держать влюбленного мужчину и не удержат, если он захочет быть женщиной. Ну да. Я думаю, не так хотел. Нет ощущения, что он в Украине повеселился, получил то, что ему нужно, а вести с собой не так уж и... А, Валь, как вам кажется? Нет, он предлагал, предлагал уехать, но в какой-то степени все-таки влияние этих друзей влияло. Да, Валентин, ну хватит вам. Ну кто? Ну вы же взрослая женщина. Вы же понимаете, друзья точно на последнем месте, если человек влюблен, уведет у другого, не знаю, ну, войны начинались из-за любви. О чем вы говорите? Она мне нравится, симпатичная. Да, ничего. Главное, что ей хочется познакомиться с иностранцем. Ну да. Как раз подходит для нас. Анечка, вот представьте, сколько они вам неприятностей, эти иностранцы, причинили, и вы все равно хотите иностранцев. Но тем не менее, вот я, может быть, мне так попадалось, да, то что я в них видела как родную душу, то есть они были в плане. То есть, наверное, бросали очень красиво, как джентльмен, наш Ванька бросает. Как джентльмен, а русский для вас иностранец ведь теперь тоже? Ну, конечно. То есть будет зачет, да? Ну, я думаю. И киргиз, и тунгус, все это будет иностранцы. Вот, знаете, чухчеватская. Все, кроме украинцев, вот она знает, Роза. А все, кроме украинцев, да, все будем рассматривать? Ну, будем рассматривать всех женихов. Давай немножко пообщаемся, мы немножко пообщаемся с ней и поймем, для себя и для тебя. Пока что я услышал, что она хочет выйти замуж за иностранца. Ну, ничего, мы можем... Здесь она попала. Мы можем быть иностранцами, скажи что-то. Ну, Одесса, это великолепно. Hello, is anybody home? I'm feeling so alone. Уже все, а? А вот у меня, Анечка, вопрос по поводу Приданного. Это хорошо, что мама здесь. Меня, знаете, что смутило? Что это такое? Вы работаете 50% за бесплатно практически и гордитесь, что вы такой благотворительницей? Нет, я работаю, просто у меня две профессии. Я менеджер бумажной фабрики на... На экономической день. На полскатке, да? Нет, в полный рабочий день. Я на выходных. Я работала перед этим в школе. В школе преподавала английский язык. И сейчас в этой школе просто по выходным школа находится в таком... В поселке городского типа. То есть детки себе позволить, чтобы учить английский язык, не могут выйти. И я езжу туда, просто провожу уроки. Какая вы умница. Анечка, посмотрите. Украинцы не те для вас. Единственное, кто предложил замуж, это украинец. Ну, там уже, ну, оглядываясь в то время, я понимаю, что я просто была еще девочка. Мне было 19 лет. Я только поступила в университет. У меня все было отлично. Я радовалась студенческой жизни. А он тоже, ну, он старше меня на 10 лет был. А ему же нужна была семья. То есть такая полноценная. Работал он, жил в Украине, работал здесь, в России, в Ханты-Мансийске. И вот эти вот постоянные перелеты, и... То есть мы вместе были очень-очень мало времени. Скажите, а сейчас в Москве что вас держат? Или специально на программу приехали? На программу специально на программу. То есть не собираетесь перебираться в Москву? Нет. Ну, как жизнь повернется, я не знаю. То есть если хороший парень, москвич, вдруг вам приглянется? Ну, вот я рассматриваю это, конечно... Вот Анечкина одноклассница, она из нашего города, из Днепропетровска, но вышла замуж и живет в Москве. Вот я смотрю на нее, да, но... Ну, все же она говорила, там, типа, как ему, ну, не имеет значения, все так далее. Мне кажется, она... Да, это плюс, но за то, что она знает конкретно, что она ищет, понимаешь? А вот, кстати, смотрите, значит, Анечка, вам не важен размер глаз, национальность, а размер кошелька? Ну, я думаю, это каждому важно. А сколько размер кошелька там? Я-то с гривенами там не знаю, как у вас это дело. Чтобы мне хватило и ему наше... А сколько, сколько? Ну, вы давайте гривен у вас на 4 делите, да? На 5. На 5, давайте. Не, на 4. Сколько гривен в месяц должно быть? Ну, я думаю... Не меньше? Не меньше 15 тысяч. Подождите, умножаем на 5 или делим? Делим, делим. Так, ну, это... Какая-то фига... 3 тысячи рублей, что ли? Извините, 15 тысяч гривен умножаем, да. А, 45 тысяч рублей? Нет, 15 умножить на 5, это 75, Рус. 75. А-а-а. Нет, ну, то есть, я могу сказать, одну третью часть... Я получаю сама, то есть, я зарабатываю сама на жизнь. Настоящие отношения, никогда не что-то искать, понимаешь? Когда ты ищешь, там 60%, да, вот типа, это минус, да? Вот, когда ты ищешь, но... Когда ты знаешь конкретно, что тебе надо, это другое дело, это 100%. Анечка, а вот когда, если не в 24 года, мечтать о большой и светлой любви? Будет вам с Розой вот эти вот подсчеты вести? Хочется, наверное, полюбить, да? Или... Очень хочется. Очень хочется почувствовать это внутри. А как вам кажется, в браке важнее, чтобы вас любили или чтобы вы любили? Ну, наверное, меня. Правильно. Ну, то есть, как бы, больше любили. Знаете, вот я разговариваю с девочкой 24-х лет, вот смотрю на вас, а у меня ощущение, что вам 58, вы хорошо выглядите, сделали 4 пластических операции, и уже не просто последний вагон, а последний шанс наша программа, и вот вы такая уставшая, замученная, пришли за женихом. Мне хочется вам сказать, дерзайте, наоборот, какая разница, откуда он будет, из России, из Украины или из Китая, влюбляйтесь, отдайте себе этому чувство. Почему так быть? Я вот послушала вашу историю, но ничего такого страшного-то не произошло. Что разочарование? А я скажу наоборот. Почему? Потому что, мне кажется, наоборот, она не знает, чего она хочет, раз она попробовала уже разные культуры, мужчин разных национальностей, она не может определиться, что ей конкретно нужно. Может быть, А, Валь, расскажете вы? Ну как, я думаю... Может быть, вы говорите, подливаете масло в огонь, что Анечка пока красивая и молодая, устраивая свою жизнь? Ну мы вот с Анечкиным папой, с моим мужем живем уже 30 лет, вот в этом году будет 30 лет, и как раз вот и женились по любви, поэтому для Ани я ей тоже настраиваю на эту злату, что любовь, конечно, важна. Она сказала именно о финансовой стороне, потому как задали вопрос, а так она готова к любви. А, нет, почему иностранцы? Вот что, почему иностранцы? Почему иностранцы? Анечка, скажите, в каких странах были за свою жизнь короткую? В Германии, в Польше, в Турции отдыхала там, ну вот в этих странах. Понравилось? Да, конечно. По-другому, так сказать, никак. Ну по-другому, это же внешняя картинка, вы же понимаете, что за закрытыми дверями происходит разное. Если люди состоятельные, у них одна жизнь, если живут на пособие, у них другая жизнь, если малооплачиваемая работа у мужа, то это третья жизнь. Вы понимаете, жить в стране, где, в общем-то, все тяжело живут, не так обидно, как в стране, где есть люди очень обеспеченные, а у тебя никак не получается, а ты все это видишь. Если будет хороший парень и наш, русский, конечно, мы... Ну, просто не ваш. Уже русский, уже не ваш. Поэтому я сегодня не буду отходить от своей центровой такой главной линии, финансовый достаток. Ну, хотите кого хотите, это ваше личное дело, пускай ваша мама переживает, у меня есть за кого-то переживать. Я буду за ваши деньги переживать, потому что вам будет не очень удобно об этом спрашивать, а мне будет удобно. Хорошо? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Василиса... Я понимаю, что вы свое счастье можете найти не только с иностранцами, просто вам хочется стабильности, и иностранцы сейчас представляют ту категорию людей, которые кажутся более стабильными. Но поверьте, они на самом деле не намного стабильнее, постояннее мужчин российских или украинских, вот постсоветское пространство. С нашими выживать легче, если что. Более того, они понятнее, а люди понятные, это и есть стабильные люди, потому что они предсказуемы для тебя. Но я не буду вас уговаривать, у вас действительно есть возможность уехать за рубеж, поэтому если это ваш путь, почему нет? Хотелось, чтобы вы сейчас вытянули одну карту. Карта Таро такая волшебная история, и они вам самой покажут, какую тактику на сегодняшнюю программу избрать. Может быть, вам нужно быть какой-то особенной. Ну, вы пришли сюда буквально за любовью, карта любовника. Вася, а можно я воспользуюсь своим положением? Я считаю, что ты должна. У нас уже в программе добрая традиция. У тебя тоже должна быть своя стратегия на эту программу. Да, пожалуйста. Тебе нужно удержаться от страстей, карта дьявола. Это, вообще говоря, не нужно пугаться названия, карта дьявола – это именно страсти, которые в человеке бушуют. Тебе нужно научиться совладать со страстями. Извините, а программа сводит? Да, Роза, да. Я тоже буду тянуть, мне тоже интересно. Роза у нас сегодня будет правосудием, мерилом и соотносящим силы разные. Ну и какая же позиция будет правильной для меня? Ну вот, колесница. Ну а мне, вероятно, придется кого-то из участников сегодня подгонять или продвигать вперед. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай пожениться» у нас в студии «Анна». Встречайте пирожник. А удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Джуниор. Я читал книжку. Есть итальянский художник по имени Калати. Он задал присоединение красоты. Он говорит, что это сумма взаимодействующих элементов. Так что мужчина не надо ничего добавлять, обменять или менять. Это вы. Вы чуды. Это для вас. Спасибо. Спасибо. Очень интеллигентно подошел. Розыщики. Да, кстати, я одних такого не видел. Не каждого такое встреча. Здравствуйте, Джуниор. Здравствуйте. А с кем вы пришли? Вот у меня вот моя будущая подруга Анджелика и мой зеленяк Джимми. Очень приятно. Ну, чтобы узнать вас еще лучше, давайте посмотрим на экран. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из ста лучших женихов столицы. Холостиков. Здорово. И откуда вас такого красивого ветром к нам занесло? Я из Гаити. Супер. А у меня в связи с этим встречный вопрос. Давайте. А что у вас в качестве приданного? Вот в графе у вас пусто, ничего не написано. Наверное, он не знает, что это такое приданное. Знаете, что такое приданное? Но вы имеете в виду, чтобы больше рассказать о себе или что-то? О своей собственности она имеет. Да, я имею в виду то, что та собственность, которая будет являться гарантием для жены, что вы ее обеспечите по гроб жизни. Ага. А то в сотню. Я вас понимаю. Так что у нас есть? Ну, есть, вот я уже из Гаити приехал. У меня тут там мебельный завод, вот маленький мебельный завод. Вот. И есть дом, и у родителей есть пляж, вот, который, вот это я буду ждать, все, и все так далее. Я даже бы хотел сделать турический тур, вот, России, потому что сколько, я уже в Москве, вот, 8 лет. Я даже хотел там открыть фильм, чтобы сделать тур Гаити и, вот, Россия Гаити. Хорошая, приданная. Хорошая. У нас стоит ценности, это одно, а душевное, к лучшему миру. А отношения к человеку можно получать, извините, можно давать бабки ей, и за это ее так купить, хорошо купить. Скажите, значит ли это, что ваша невеста должна будет обязательно переехать к вам на Гаити? Если честно, мне все равно, куда она бы хотела, главное это ее желание, чтобы мы это решим вот вдвоем. Вот ее мнение, ее желание, я это уважаю. А как же заводик с пляжем? То, что там будет это? Ну, смотрите, мы можем туда приехать. Забрать денежки раз в полгода и опять вернуться сюда и втратить. Да, это нам решат, мне кажется. Расскажите мне, пожалуйста, а кому вы предложение делали, русской девушке или гаитянке? На самом деле, не то, что предложение сделал. Вот, я... Как, у вас были отношения, вы сделали, когда вы, перед тем, как изменить-то? А, нет, не то, что изменить, просто я могу все объяснить. Объясняется, интересно. Вот, речь идет в том, что были моменты, когда, ну, вы с человеком, да, вы думаете, что это в половинку все хорошо и все так далее. Но бывают такие моменты, вы видите, там, человек злится. За что, не знаю, что ты бы не сделал, там, что-то не то и все так далее. Вот, и потом встретился с другой человек. С бывшей своей, с которой все понятно, столько пройдено, столько переспата. И вы решили, ничего не будет, только полежим. Нет, это не главное, что полежим там, вот, это, смотрите, вот, речь идет в том, что о чувствах. Вот, вы можете обнимать человека, не то, чтобы лежать, но вы очень хорошо себя чувствуете. Вот это любовь. Джиньор, счастье мое, это вы будете рассказывать какой-нибудь девчонке, ладно? Почему? А мне взрослой тете, вот это вот про чувства, про полежать. Я про это все знаю. Поэтому, расскажите, пожалуйста, все-таки вы сделали предложение, вы там что-то такое немножечко поссорились, встретились со своей бывшей и вы уснули с ней нечаянно, да? Так было? А куда вы все знаете? Рознав, у тебя было такое, когда ты совершенно изменял? Нет, даже подумать нельзя. Я считал, мужчина, если вы в какой-нибудь группе, надо, ну, встать и говорить как мужчина, что вы признаете его ошибку, вот, в тот момент вы честны, вот, в том, что я встретил бывшей, и у нас что-то было, все так далее, но я пришел к человеку, говорил, вот, это не дурак. Это что, я правильно поняла, я правильно поняла, значит, вы пошли переспали. Не-не-не, не то, что пошли переспали, нет, ну, по-другому. Он сказал, да нет, он даже, типа, не переспал, рассказал настоящей своей, я сказала, ну, просто вот было... Полежал. ...грустно, я полежала... Не-не-не-не, не так. ...на калмах. Да, ну как? Не-не-не так. И вы считаете, что это честно относительно, ну, это ваша позиция? Нет, это не честно в том, что если бы быть честнее, я бы продолжал так делать. А не честно в том, что не надо было это сделать, в том, что я знал, что я не прав. А настоящая как отреагировала на это? А мы просто вот пообщались, и мы знаем, что мы не можем быть дальше вместе, и все, мы остались, и все. А почему, как вы думаете, у вас не сложилось ни с одной, ни с другой? Потому что я считаю, что, может быть, по-моему, во мне. Вот, если человек хочет что-то менять, надо менять себе сначала. Вот, и поэтому я решил менять себе. То есть вы еще тогда не созрели для серьезных отношений, так думаете, да? Ну, наверное, вот, просто не надо, надо позаслить. Это, я не жалел ничего, просто для меня это урок. Я переспал. Я переспал во благо тебе. Да. Вот какой видишь в свою счастливую жизнь, в свое счастливое будущее? Вот о чем просто мечтаете, вот в идеале? У меня вот цель жизни, чтобы иметь семью, и чтобы все будет хорошо, чтобы я знал. Даже если меня нету, я уверен, что и семья, и у меня... Не нуждался. Да, да, вот. А детей сколько потянете тогда? Да, сколько потянете, это база. Вот, если база, вот, есть возможность, чтобы там, допустим, там, вот, иметь там трое детей. А заводик-то сколько потянет по содержанию? Ну, вы про детей или вам не... Я вижу там прямо материальное что-то там. А как вы, как вы, как вы, как вы, не раб? Абсолютно. Абсолютно. Просто она спрашивает, сколько денег у вас есть? Каждый год там все увеличается, но около 300 тысяч долларов, где-то так. О, нас устраивает. И количество детей уже не важно. Мама... Спасибо. Есть какие-то у вас вопросы? Про процессы. Мне интересно, вот вы ведете ночной образ жизни, да? Не совсем. Ну, я понимаю, ну, фейс-контроль, да, это ночная работа, а днем, как же семью заводить, то есть вот этот момент. Ну, я просто очень хорошо, что вы мне задали такой вопрос. По выходным работал там, а днем я, вот, занимался продажами. Джуниор, то есть это не основная работа ваша, да, фейс-контроль? Нет, 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 конечно. Я тоже удивилась, вы были прилетать так далеко, чтобы работать. Это так, как бы, ваша природа такая, пока не женатая. Да, да, да. Спасибо, покажите сюрприз. Давайте. Вы сам все танцуете? Ну, будем танцевать, если нужно. Давайте тогда, если вы танцуете, я вам базу показываю, и вы за мной можете повторить. Хорошо. И плечо. Ну, они очень необычные вместе смотрятся. Друзу, вот, стоп. И продолжаем вот, вот, вот. Вот такой народный танец. Спасибо большое. Понравился жених? Очень понравился. Кофе с молоком, прекрасный тандем. Как вам? Нормально. Мам, а так, представь. Это все, что нормально? Ну... А представляете, да, что этот войдет в вашу семью? Не совсем. Соседи там будут спрашивать. О чем? Про заводик. Причем это, соседи там, вот. И чем это там? Ну, я просто как удивлена. Да, у нас еще таких... Женихом не сваталась, поэтому как... Что заказывали? Вот она прямо там, знаешь, в материале там, вот. Ну, кто вас завидный жених? Ничего не скажешь. Как вам, Анечка? Мне очень нравится его позиция по жизни. То есть, я думаю, что он ищет девушку-партнера, то есть друга, да, в первую очередь. Вот это мне и нравится. Правильно, что она заметила это. Потому что для тебя важно, чтобы все решение принимали вместе. Не ты, не она, а все вместе. Ну, конечно. Ой, я с вами правосудие же, да? Мне так все нравится. Красавчик, выглядит как хорошо вообще. Знаете, мамочка, не каждый день к вам приходят женихи с заводами и с пляжами, понимаете, да? Так что мы, вот как Лариса говорит, кисляк, убрали с лица. И очень радуемся. Парень мне понравился. Ну, а что, красавец, еще бы так танцевать. Ну, я думаю, что в 30 лет рыдания на грудях бывших на этом не закончились. Ну, куда деть этот темперамент? Ну, куда деть этот взгляд? Ну, куда деть этих девчонок, которые виснут на нем? Ну, он роскошный. Если готовы стоять в очереди, пожалуйста. Может быть, у него было много очередей? Ну, а ему я вытащила сама карту. Это карта колесо фортуны. Человек изменчивый. С одной стороны, ему может в ближайшее время повезти. И, возможно, сегодняшняя программа – это способ привлечь к себе внимание не только ваших, но и других девушек. Любит из отношений устраивать состязания каждый день. Он несколько раз говорил, мы будем договариваться. А гороскоп говорит, что это тот человек, который как раз с вами сядет напротив, договариваться не будет. Он будет настаивать на своем. Поэтому, если вы готовы подчиняться мужчине, во всем за ним идти, оставлять последнее слово за ним, тогда имеет смысл его выбирать. Если все-таки хотите, чтобы и ваше мнение учитывалось, думаю, нет. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Второй жених готовится к рандеву с нашей невестой. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас Кази Анна. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет, это Шан Ю. Я из Трико, специально для тебя приехал. Ну, это тебе. Спасибо. Спасибо. Проходите. Подкупает, подкупает. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Какая прелесть. Спасибо. Какая красивая. Здравствуйте. Это вам. Спасибо большое. А это вам. Вытяните, пожалуйста. Посмотрите. А тут только я не пойму, что тут. А это Василиса все понимает. Это карта отшельника. Она говорит о том, что вы человек глубоко в себя устремленный, интроверт, в общем, погруженный в себя. Но и, увы, говорит о том, что вы мучаетесь от одиночества. Да, от одиночества. Такой красавицы от одиночества. Представьте своих подруг. Это моя подруга Маша, и это подруга Ксюша. Они опы, и у меня остальные лучи. Очень интересный молодой человек в зеленом пиджаке, обалденной рубашкой со звездами. Да ладно, перестань, ты на девушку должен смотреть. Кстати, вот тоже. Подруга действительно симпатична. Не, на самом деле, как бы там не было, он нравится, он стильный. Давайте на вас посмотрим. Сянь Юй, 23 года. Художник, пишет картины на заказ, продает русское искусство в Китае. Гордится своей щедростью, мечтает стать знаменитым живописцем. Признается, что излишне расточителен. Сянь Юй угождал своей избраннице на каждом шагу. Дарил подарки, готовил изысканные блюда и заботился о состоянии ее здоровья. Но она не оценила стараний и бросила его в трудную минуту. Надеется, что Анна окажется благодарной невестой. Скажите, а вот эта девушка, которая была у вас, которая вам разбила сердце? А, да, прям... Русская, да? Да, русская. А вы ее своей щедростью завоевывали? Или вы, в принципе, с детства такой вот все раз... Не, ну, серьезно, конечно. В общежитии жили? Сначала, да. А потом, когда я влюбил, и я решил, ну, уехать оттуда. Сняли квартиру, да? Да, сняли. Она с вами жила? Со мной жила. Ясно. И вы все для нее делали, абсолютно? Ходили в магазин, готовили, убирали. Каждый день три раза приготовила. Ну, хорошо. Вот вы за ней так ухаживали, вы все для нее делали. А почему тогда, что же у вас не сложилось? Почему вы не вместе? Ну, печально, у меня получилось. Устал он. Она для вас не делала ничего? И когда вы заболели, она не стала утруждать себя? Мне на самом деле приготовила один раз салат. И убрала один раз комнату. Ну, если вы все с самого начала делали, девушки быстро привыкают к хорошему, она стала думать, а зачем же ей мучиться? Зачем же ей себя так утруждать? Есть Сянюй, которая встанет пораньше, все испечет, все уберет. Так вот, Лариса потом, помимо того, что ей завтрак готовил, он с учебы приезжал домой, обед готовил, опять лежал на учебу, а потом к вечеру еще ужин приезжал. Но я вам открою секрет. Если бы у меня в жизни был такой дурачок, как Сянюй, я бы тоже ничего не делала. А так мне приходится и хлеб в печи готовить, и убирать, и стирать. Сянюй, как мы себе позволяем так к нам и относиться? Мне кажется, она не ищет там то, чтобы ей готовить завтрак, а мне стабильно. С женщиной, с которой вы соберете жить, нужно договориться, за что она отвечает, а за что вы, кто в семье главный. Если вы зарабатываете деньги, то девушка должна делать все остальное. Не знаю, может быть, у вас в Китае так принято, что мужчина все делает? А у вас так принято в Китае? Просто я такой, когда я в любви, то мне прям хочется. Сделать все? Да, сделать все. Скажите, где вы собираетесь жить, после того, как закончить институт? В России или в Китае? Вообще, я с перспективы так придумал. Сначала я буду заканчиваться, сейчас это институт, у нас, сурьков. А потом я прямо поеду в Париже, там академия художества. Я буду, надеюсь, можно там поступить. То есть он еще дальше будет учиться? Это минус? Да, да, да. Это минус? Однозначно это минус? Ей уже 24 года. Нет, все нормально. Пусть он учится, и она, как дура, будет его ждать. А сколько хотите детей? Сколько планируете? Потому что в Китае, я знаю, вам может только одного ребенка. Это, можно что-нибудь похитрить, делать. Ну, вы схитрите, Ну, вы сколько хотите детей? Я хочу два. Вы к кому относитесь? Вы средний класс? Я бедный. Вы бедный, дорогая машина, дом в Китае, уж не прибедняйтесь. Может быть, по сравнению с соседями бедный? Может быть. Тянюй. Пообщайтесь, позадавайте вопросы, что вас интересует на самом деле. Ну, меня интересует окружает тебя такие прекрасные девушки. Постоянно, да, работа? Да, нет ли соблазна? то есть, соблазн, по-моему, ну, вот, каждую секунду тебя окружает. Это красота необыкновенная. потому что у нас такой профессор, еще я фотографирую, поэтому, ну, конечно, рядом со мной есть... Вы же не перестаете быть мужчиной, которому всего 23 года, и Анечка очень переживает, не случится ли так, что вы однажды... не, это я могу обещать, потому что моя большая девушка, когда я был с ней, даже мы с Машей не общались. На самом деле, с Аней очень верный. И он никогда не обидит девушку, не предаст, никогда, и не будет изменять. Подписанию и покажите, что вы приготовили для Ани. Сейчас. Сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Аня у нас девушка высокая, еще любит каблуки, поэтому, я думаю, нам жених немножко по росту не подходит. Только этого увидели? Разница в росте? Нет. Творческий, очень такой симпатичный, стильный. Спасибо. А что вы? Мне кажется, что он чуть-чуть сейчас зациклил на себе. Мне нужно... Чтобы мотаться по миру за ним, да? Ну да, наверное. То есть он еще не определился. Он еще стабиль. Мотал в Париж, Дью-Йорк. Аньчика, меня тоже стабильность. Смущает разница в возрасте. Вы старше его и по годам. Ну, это не значительно один год, но все-таки. Да. Я думаю, что если они еще долго будут тебя искать в Париже, мало ли, кто его там впечатлит. Мне кажется, ему рано. Рано. А вам пора. А мне пора. Да. Согласно Ларис, пусть гуляет. Ему сейчас жена не нужна, ему попутчица нужна, поэтому помоложе. А нам надо замуж. А так хорош. А звезды, Василис, а звезды говорят, что пускай даже и рано, но это человек, с которым вы всегда будете в центре внимания. Он действительно внимателен к своей спутнице, и он это и по своему рассказу, и по тому, как он себя с вами вел здесь показал. То есть вы увидите ту порцию внимания, которую женщины в нашей стране или на Украине получают от мужчин не так уж часто, потому что большое количество людей на себе зациклено и за своими переживаниями следят. Поэтому мне кажется, что все-таки его нужно рассматривать. Нельзя так уж прям взять, перечеркнуть и сказать, но поскольку ему еще долго ездить по миру, еще много учиться, мы его не будем сейчас рассматривать. Мне он очень понравился. Напомню, что мало мужчин так относятся хорошо к женщинам, как ты. Ну, я серое, что я смогу, я тоже могу так, а по-другому не могу уже. Конечно. Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смарина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю Ане встретиться с третьим женихом «Проходите». Привет. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Вам придется их представить еще раз. Это мои друзья, наилепшие, которые постоянно со мной, Максим и Денис. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Руслан, как такое случилось? 26 лет и уже бывший футболист. Самый, мне кажется, расцвет, травма? Нет, на самом деле душевная, возможно. Ну, тогда поподробнее. Я знаю только то, что ей было 14 лет. А вам? Да, мне было на тот момент 19 лет уже. Я как бы постоянно, можно сказать, я выращивал ее, растил постоянно, как бы смотрел за ней, чтобы она никуда не попадала, никакие плохие компании. То есть 19 лет, когда гормон не просто бьет в голову, когда гормон парализует, у вас с этим ребенком ничего не было с 14-ти летним? Нет, у нас полтора года мы вообще, как бы мы ходили там за ручку. То есть 15 с половиной? Да. А с кем было все это время? Ни с кем не было. Я вот, у меня все время проходили дни там, тренировки, уходило и на нее время. Все, постоянно, как говорится, первая любовь, она как бы сильная. И вот в 15 лет вы решили, что уже пора. Не боялись? Нет, ну не в 15-е это было, это было позже, ближе к 16-ти, когда я была. Ну какая разница, все равно еще статья действует. Ничего? Нет, на самом деле, просто... Он только поцеловался ближе к чему-то. Я только просто что-то поцеловался. Нет, нет, ну она была инициатором на самом деле, поэтому... Мне просто было неприятно находиться даже, мне не нужно было этого, проводить время, как бы вот так. Ну это вы будете маме рассказывать, ее при том. Хорошо, Руслан, и все, и у вас завертелся роман. Ну да, у нас были очень крепкие отношения, как бы. Кроме того, что ваша ревность вас буквально уничтожала, не давала вам ни тренироваться, ни жить спокойно. Почему? К чему? К кому? К классному руководителю ревновали? К кому? Мальчишкам, одноклассникам? Нет. На самом деле, знаешь, вот хороший, хороший человек, девятнадцать лет, девушка четырнадцать, проведу школу, пришел забрать школу, и, ну, мало. Были подруги, как всегда, как бы, да, хорошие, которые всегда давали какие-то непонятные советы, Откуда вы знаете? Ну, я все время был с ней, наблюдал за этим, и я ее пытался огородить от этого. А вот эти вот ее девчачьи радости, проводить время с девочками? Ну, я считаю, что если люди любят друг друга, у них, как бы, они будут заменять другу, и друга, и подругу, как бы, они все время будут находиться вместе, им будет всегда интересно вместе. А если... И сколько времени вам так думалось, пока она уже ни с ума не сошла? Ну, три года, три с половиной, вы лишили ее, можно сказать, детства, юношества и созревания девчачьего. Я, когда за ней постоянно контролировал, ей это не нравилось. Когда я перестал это делать и сказал, что вот, если ты захочешь, мы будем вместе, тогда тоже стало плохо. Как бы, было и так, и так плохо. Я еще не знаю, я еще маленькая, у меня, я не знаю, я не понимаю, я ни с кем тебя еще не сравнивал, потому что ты был всегда. Сначала был папа, контроль, а теперь ты, Руслан. Ну, как бы маленькая, это можно сказать, отмазка. Она отлично понимала, она не глупая была уже на свои годы, да, и 16-17 уже было, и она понимала, что там, я не знаю, курить плохо, пить плохо, да, и как бы, это, мне кажется, была отмазка. А вот, Анна, 24 года, вполне себе зрелая девушка. Ну, вот просто, как бы, я слышал, Анна говорила, да, вот там, об иностранстве, когда она разочаровалась в украинской, там, в ряде. это так, слышите, это бла-бла-бла, 24 года, она уже разочаровалась, в чем она могла 24 года разочароваться, о боже, такую тяжелую жизнь она прожила. Руслану покорить, пообщаться. Если, конечно, если вы ее завоюете, все возможно. А есть желание? Нравится вам? Есть, да, она очень симпатичная, Русланчик, и что у нас в Одессе есть из приданного? И что? Да. Руслан, расскажи. А то он заграничный, это женихи. Ого. Ну да, здесь просто вот еще такой момент, да, мне непонятен. Ане нужно, как бы... Мне нужен спонсор, ну, я не ищу непосредственно спонсора. Кошелек в нашем деле играет немаловажно. Ну, да, я не спорю. Просто мужчина должен зарабатывать для семьи, должен быть ответственен. Мне это важно. Да, ну вот, она сказала там о 15 тысячах, да, там, в месяц. А у вас? Я, то есть, ну, зарабатываю чуть-чуть меньше, там, 13, 10, может быть. Ну, можно уложиться. Плюс мои пять, то есть как бы 15. Да, если, допустим, будет жить, где будете? Жить, ну, у меня. А у вас что есть? Квартира. Как думаешь, ей понравился он? Ну, ну, из-за что, ну, да, потому что он, ну, и красивый, и высокий, в принципе, серьезный. Руслан, а какой бы женой не хотелось, вот, от которой бы бежали, как черт от Ладана? Ну, скорее всего, то есть, вульгарной, то есть, бескультурной, не знаю, та, которая не несет честь семьи, не дорожит, как бы, вот такими моментами, наверное. Да, потому что в Одессе на красивых девушек нет дефицита. Ну, нету, да, но просто, вот на дискотеках у нас и где-либо, вот девушки, да, которые ходят там в коротких юбках, там, в топе, как это понятно, но это все не для жизни, как бы, это один момент. А у нас, извините, короткая юбка? Нет. Это еще выше? Нет, там еще, это еще очень культурно. Я знаю, Руслан, что вам для сюрприз нужно переодеться. Да, да. Пожалуйста, проходите. Спасибо. Как вам Руслан? Хороший парень, совсем не хуже иностранца, скромный, и с серьезными взглядами на жизнь. Ксения, мне кажется, какое-то ребячество вот проскакивает. Ну, в чем? Ну, вот как-то он так арт-директор. Ну, арт-директор ночного клуба это не очень легко, это и совсем неплохо, я бы сказала. Анечка, что вы скажете? Мне как-то показалось наоборот, что оболочка у него такая вот веселая заводила, а внутри, на самом деле, мне кажется, он очень серьезный, правда, и, может быть, даже готов к построению серьезных отношений, не погулять. единственное, что, я еще раз говорю, ревность, это как свет глаз, это не проходит. Не замучает ли он вас, пытая, что у вас там было до него? Страшное дело. А так парень и вас замучает, и себя замучает, потому что у него управитель седьмого дома, который отвечает за брак и постоянные отношения, находится в знаке Скорпиона. Такие люди не упустят ни одного случая пострадать, или ни одного случая себе как-то сделать больно. Меня удивила ваша подруга, которая удивительно проницательна. В нем действительно есть привкус ребячества, но, мне кажется, для нашей сегодняшней программы. Потому что я вытащила ему карту, и это карта шута. Это значит, что либо вы можете с ним начать отношения полностью с нуля, это может быть для вас совершенно новый опыт, ну, либо значит, что он пришел сюда подурачиться. Сюрприз готов? Давайте посмотрим. Замышал. 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 Туманы над рекой сияют верю злой Из моря голубой Одесса город мой Он песни встречает, он песни провожает Одесса, мама, милый город мой А мама, ах, Одесса, чип-чип-чипа у моря Ах, Одесса, ты знала много горя Ах, Одесса, ты мой любимый край Живи, моя Одесса, живи и просветай А живи, моя Одесса, живи и просветай Спасибо вам большое, спасибо, здорово всё Ну, дорогой, ну что ж, морячок Ксения и Валентина, мы познакомились с тремя женихами Нужно выбрать только одного, кого вы рекомендуете Конечно, ближе Руслан, из Одесса Но она мне понравилась, сначала я подумал, что ей как бы важен материальный вопрос Вот, а сейчас я как бы, если она придёт сюда, я не откажу Наоборот, предложишь Чтобы жить счастливо, не обязательно жить богато Главное, жить с удовольствием и в удовольствии Мне кажется, именно Руслан способен сделать молодой, красивый Так что я за Руслану Вот мне сегодня кажется, что Руслан ваш по всем показателям Так идите к Руслану Я беру маму на себя, ты не переживай Мне понравилась подруга У тебя ещё будет хорошая, мне кажется И как расстроена Вот сегодня только Руслан пришёл сюда за водной женщиной Потому что его Венера водная Поэтому вы, рак по знаку зодиака Конечно, вы ему подходите больше, чем двум другим Делайте свой выбор, тогда вам не придётся ни о чём жалеть Проходите, мы вас в любом случае поддержим Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс с их номером по телефону в 4 четвёрке Анна, 23 года, номер 2630 Бухгалтер в туристической компании Профессионально занимается современными танцами Катается на сноуборде Мечтает прыгнуть с парашютом И купить дом на берегу Тихого океана Хочет познакомиться с умным и разносторонним брюнетом Спортивного телосложения Ольга, 25 лет, номер 2631 Танцовщица и руководитель коллектива современного танца Занимается кикбоксингом Любит путешествовать Мечтает поучаствовать в археологических раскопках Хочет встретить брутального и стильного мужчину С чувством ритма Мы не знаем, выйдет она одна или с избранником Я приглашаю всех выйти, чтобы её поддержать Я решила выбрать тебя Украинец, поддерживает, конечно, украинца Ты очень приятный парень У нас есть пара Анна и Руслан Если вы тоже хотите обрести своё счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4-4 Я Ларисе Бузеевой желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожелимся Девушка должна быть готова, что я оперный певец И поэтому я очень громкий и со мной жить невыносимо В связи с тем, что он работал так, очень активно У него с нервами, конечно, были проблемы И он мне прям так понравился И в нас докрутился роман Бросались горячим маслом, брались в сковородку Мелая жизнь была Вы на спор выпили два стакана текилы и заработали 30 тысяч Там были серьёзные люди И надо было выпить текилы И это было нужно Потому что это юг, Роза Да Там всегда можно сказать, что это аниматорша Это невозможно со мной Я абсолютно честный, искренний и никогда никого не обманываю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин